Ассеншн Гейминг Это возможно И внезапно из команды послеживающих вырваться в команду, которая борется за что-то реально Но с другой стороны победка KillG сейчас на самом деле вот так приоткрыла дорожку Ассеншн куда-то вот обратно наверх Если вдруг Rainbow 7 Гамбитов обыграют и сейчас вот тайцы выиграют То у нас будет 2-2, 2-1, 2-1, 1-2, 1-2, 1-2, что в принципе оставляет шанс неплохие всем командам, участницам Но для этого надо еще выиграть Сегодня у Ассеншн пока все сумбурно, могли быть 2-0, но в итоге 0-2, наверное, заслужено Ну, в принципе, да, им не хватало все-таки Магреза в билдах Да, Магреза в билдах, Трандла, не хватало, не хватало Ну, много чего на самом деле не хватало Но все равно выглядит так, что в принципе им KLG по зубам Несмотря на то, что KLG только что вот так вот перекатили Rainbow 7 Но там больше вопросов к Rainbow 7 И к... точнее к их четырех игрокам И вопрос, как, конечно, что делать сей Не сказать, что KLG играли прямо очень круто в тимфайтах в этой игре предыдущей А вот Ассеншн реально исполняют при правильных условиях в 5 на 5 Поэтому KLG необходимо пытаться, наверное, использовать свою аркаду на нижней линии Пытаться именно сноуболить как-то сильно фикса Иначе просто комплексно в 5 на 5 тайцы будут сильнее Потому что они реально понимают свои лучшие лимиты Понимают только вместе реализовывать свою композицию И драфт плюс сноубол ботлейна Все еще для KLG это очень важные элементы Плюс здесь игра выглядит комфортнее для Ассеншн Потому что игра будет гораздо быстрее, чем две предыдущих Потому что и против Rainbow 7, и против Gambit Это команда, которая любит игру чуть-чуть все-таки подзатянуть Там 30 минут, 35, вот туда вот 35-40 минут Где-то вот там уже дожимать, выигрывать после там баронов После всего засетапили, засиджили, выиграли Ассеншн больше все-таки хаотичная команда И как раз вот за сноуболица выиграть за 20 минут Это вот их мантра Да Ну, самое важное то, что обе команды играют похоже очень То есть они обе играют агрессивно В своих лигах они однозначно фавориты и стомпят все Поэтому они умеют играть именно из сильного преимущества Поэтому теперь, кто проигрывает, первые минуты будут уже в очень больших проблемах Поэтому думаю, что борьба за первые инициативы, за первые объекты, первые киллы будет очень большая Именно мы решим возможный исход этой игры в первые там 15 минут, когда кто-то заснул болится Да, я думаю, что очень большой упор будет на вот этих проактивных персонажей Типа Зая Рокана Бот, например, получить Чтобы вот эту агрессию, чтобы были инструменты для того, чтобы эту агрессию навязывать Особенно в ранней игре И я надеюсь, что в этот раз у Ассеншенов получится зацепиться Если честно, начинаю я потихоньку симпатизировать этой команде Очень обидно, знаешь, то, что у них были очень близкие, ну, близкая игра с R7, чуть менее близкая игра с Gambit Но они и там, и там могли цепануть, очень неприятно И у них теперь такой, знаешь, груз, как будто вот они пытались, были близко, но они зафейли Поэтому теперь они могут вообще думать с этим вот таким давлением в голове И даже с компонентом явно слабее, чем предыдущие, играть зажато, играть менее свободно Надеюсь, что этого не будет, потому что, опять же, в свободной игре в тимфайтах они сияют И поэтому они должны понимать, что одна победа их фактически вернет в эту группу Потому что здесь нет соперников, которых они не могут обыграть И они будут точно знать, что победа сейчас, 5 мая, оставляет им неплохие шансы Переходя к предсказаниям, Шорти, кто выиграет? Окей, я немножко отключу мозг и поверюсь своему сердцу Я хочу, чтобы победили в этом матче Ассеншен Гейминг Я хочу, чтобы вот этот вот аркадный стиль игры с вот этой ставкой на тимфайты, на то, что мы можем И так далее, чтобы она дала какие-то плоды Мне очень жаль, что вот эти две игры у них прошли вот по такому сценарию Где можно было выиграть, но не получилось Хочу, чтобы одно очко они сегодня отжали все-таки Вот к чему вы приводите, стоит рядом со мной Просто беда Ну, я, конечно, на тайцы поставлю, потому что Несмотря на то, что Кио Джи сейчас 1-1, а у Ассеншен 0-2 Ассеншен оставили более какое-то целостное впечатление от своих двух игр Потому что Кио Джи совсем как-то, они очень звонко вылетели в первой игре в трубу И также звонко выбили Rainbow 7 туда же У них не было какой-то вот игры такой вот на плюс-минус, наравне А Ассеншен показывали, что готовы драться, готовы возвращаться Даже в каких-то неудачных ситуациях Поэтому я думаю, что сейчас им как раз хватит такого вот задиристости какой-то природной И они выиграют Я не знаю, зачем вам в этом матче прогнозе отключать мозг, чтобы ставить на Ассеншен Потому что я ставлю полностью сознанием своим на Ассеншен Потому что и команда более-более хорошая, более яркая Потому что Кио Джи, команда, которая выиграла у своего принципиального оппонента на диком каком-то фарте И плюс морали, желание им доказать всем, что они сильнее, чем их старшие братья По итогам и результатам суммарным по многим годам Поэтому Ассеншен сильнее Ассеншен играют более технично, более агрессивно И Кио Джи растеряются в этом матче, скорее всего, очень быстро стухнут Поэтому я за Ассеншен и уверен, что они сегодня здесь ворвутся обратно в борьбу У нас будет интрига, как минимум за вторые позиции, возможно Потому что для меня все еще Гамбит — это большой в этой группе по игре, по крайней мере, фаворит После этой тирады на месте Геннеза Ванда бы не ехал Потому что, боюсь, кого-то другого могут не пустить, если нас смотрят наши трансляции Ну, мы готовы уже переходить очень скоро к драфту, к стадии выборов и блокировок Пока у нас нет 100% какого-нибудь вроде бы жителя банов Кроме Райза, возможно, опять же Ну, Райз Кассиопе понятно, что сейчас будут в блокировках слева Могут с Вейна, видишь, заблокировали еще сверху На котором Джейфорк, ну, не сказать, что прям супер блистал Но с Вейн просто подходит им хорошо по стюлю, потому что с ним можно драться Он очень неудобный для врагов и комфортно с ним чувствует, а не себя А вот Ассеншен отошли от такой стратегии, которую показывали Гамбиты и Рейнбоу Сен Как раз вот надавить на нижнюю линию, на саппорт И, может быть, вернуться к тому, что будут просто Кейтлингангплангтрандл Три ключевых бана, которые будут залетать в Кейлджи сегодня У них все еще есть такая возможность, вот, пожалуйста, бан к карму улетает Возможность была утеряна Мне, кстати, интересно, что сами Кейлджи с Вейна предпочли забанить Сами Кейлджи забанили и Камил, и Транулы Одних из тоже ключевых своих пиков Но Кейтлинг до сих пор открыт, сейчас, скорее всего, должна отправиться в блокировки Ну, это самое логичное, мне кажется, будет здесь Да И будет интересно посмотреть, возьмут ли, например, Рейка на первом Кейлджи Потому что, если Рейкана возьмут первым То это уже такая неплохая заявка на метагейм-турниры Вот именно, что Рейкан повысился до First Peak Priority Но все еще есть Кайсак Поэтому не стоит забывать, что она может появиться Нет, Рейкангра не забанили Отдали Кейтлинг, а так, который-то за 90% винрейт уфиксил в CLS Ну, не знаю Надо бы для... Ага Я не знаю, почему вы так не уважаете Кайсу и ее брокен-уроны Ну, брокен-брокен, но когда у тебя за 90% винрейт на десяток игр, наверное, нужно брать Кейтлинг Все-таки, а не чемпион, на котором ты играешь не так много Потому что как раз фикс на Кайсе играл Если в Арангелос, например, его соперник по финалу на Кайсе играл много То вот как раз фикс на ней почти не играл Ну, а Ллойд, недолго думая, забирает себе Кейтлин, скорее всего Ну и тут же Олаф для интреда, чтобы еще и отобрать у Тирвульфа и его влюбленного викинга с рыжей бородой Ну, Тирвульф и Скарнер сейчас будет процентов, наверное, на 90% Потому что как раз после Трандла, после Олафа у него это главный приоритет был Могут забрать Моргану, чтобы не отдать Кейтлин Моргану Плюс если Пандер залетает сразу Кайсу туда же Плюс Блэкшилд, который неплохо помогает Кайсе выживать Ну, Моргану забрал, наверное, надо и Скарнера сейчас забирать В общем-то, ничто тебе сейчас не мешает Да и связка Скарнер-Моргана тоже очень хорошо работает Когда Скарнер включает свое ускорение, получает щит от Моргана То есть от него нельзя никак остановить, когда он бежит, чтобы кого-то украсть Да, и это Скарнер, разумеется Вообще Райз открыт, вообще Райз был открыт Но будут забирать тоже одного из приоритетных чемпионов для Рокки После Камилы Орн это его главный пик Несмотря на то, что и Моакай сегодня был неплохой И на чем он играл в первой игре? На Гнаре На Гнаре, и Гнар был неплохой, но Гнар все-таки сейчас пик не Блайнд пик в Орве Это как раз-таки ответ на Орна, и они сами его банят Да, это правильное решение Заблокирует ли Моакай? Ну нет, маловероятно, потому что нейт все-таки Там Сион, там Чокот, вот этих двух пик На эти два пика, наверное, надо смотреть Против кого тебе, наверное, менее комфортно Наверное, против Сиона, но тоже Я думаю, что по идее должен быть, мне кажется, что все-таки Сион Хотя, может быть, они еще испугаются Главное не забыть про Дезинтегратор Да, это Сион все-таки Сион блокирует, значит, скорее всего будет Чокот слева Либо... Барьер, будет Хилл Лоид, будет барьеру Сараки Это очень много они спамили Вообще, в любые матчапы они пикали 300, но с ней они брали Ли Кейли, они брали Шай Вообще, там любой пик залетал вместе с Саракой Ой-ой-ой И один из вообще пиков, на которых Плуга считалось, что в этом сезоне будет играть очень много Прям очень много Потому что Плуга известный ОТП игрок сам по себе И Владимир тоже один из его ключевых пиков Я его одобряю однозначно, ставлю ему класс Подписываюсь на канал Ох уж эти фанаты Владимира, нескучный персонаж Наконец-то он появляется Да И теперь... Но вообще, против Владимира как раз Сарак неплохо в свое время залетал Потому что можно... Если он не умирает за проказ Это другой вопрос Ну... С Сараку не должен так позонировать А вот и Чокот подъезжает Ну, Чокот это нормально На котором ни одной игры Нейт не проиграл в CLS пока что И остается у нас Блайн Пик Мид Остается... Ну, не Блайн Пик Мид Есть Райс, есть Ксиопея Два основных пика Ксиопея, наверное, лучше Она просто лучше заходит против Владимира Тяжело очень через ее миазму пробегать тому же Скарнеру Да и гуд лак тебе сиджить против Кейтни Сараки вместе с Ксиопеей Это почти нереально И понятное дело, что Змея залетает Райза, может быть, отойдут немного Ассеншен на этом турнире От того, чтобы чемпиона приоритизировать Но вообще, по драфту так комфортненько вышло Для тайцев очень все Не то, что прям предсказуемо Но прям и предсказуемо И очень комфортно Но слева тоже не сказать, что Прямо какие-то новые лица появились Потому что разве что Посмотрим, как Фикс на Кси отыграет Но кроме этого Там чемпионы все довольно на своих позициях известны Да, но мне сетап Ассеншен все равно нравится намного больше И вот этот пик Сараки мне очень прямо нравится Это должно дать Кейтлин ту доминацию на линии И я надеюсь, что мы увидим ту Кейтлин, которая Кайсу опережает на 20 миллионов в 10 минуте И пытается не проигрывать гонку за шестым уровнем Да Итак, пятая игра на сегодня Уже 1-1 у команды Chaos Latin Gamers и 0-2 у команды Ассеншен Гейминг Поэтому у нас стало время выяснить Вылетают ли тайцы из борьбы со всем Либо у них все еще есть надежда зацепиться за первое место На этом слово Коудстару и Нику Антихайпу Забирайте эфир, ребята Нику Антихайпу Бывает-бывает, Николай Бывает-бывает всякое Ну что ж, посмотрим, смогут ли Ассеншен урваться, уцепиться Или же тут Килджи возьмут свое Будет интересно Вот знаешь, с одной стороны я соглашусь с Файком и с аналитиками Что сетап у Ассеншен Гейминг очень крутой Но если мы вспомним там предыдущую игру Где они играли очень агрессивно, аркадно Ближе стиль такой к СНГ командам зачастую А здесь у них не аркадный сетап Здесь у них позиционный сетап Где Кейтлин, где Гассиопея Они должны там на нижней линии получить преимущество Потом сгруппироваться, например И пойти по центральной линии Там Мязма, Трапы Забрали вышку, отступили Куда-нибудь там на Барона, Дракона Забрали какой-то объект И потом снова то же самое Если они внезапно покажут, что они умеют и таким стилем играть То тогда они, скорее всего, эту игру должны забирать Если же они также будут играть аркадно своим сетапом То, скорее всего, они должны эту игру проиграть Да, ну что ж, будем наблюдать Очень-очень сильно и пристально, дорогие дамы и господа Ассеншен Гейминг против Ки-Л-Джи И вот опять же Когда вы берете такие сетапы, как у Ассеншен Гейминг Вы должны исполнять это очень круто А если мы вспомним игру Которая была только что, прошлая Ки-Л-Джи Они играли очень агрессивно, они заходили во вражеский лес Они постоянно дрались Постоянно врывались вперед И если мы сейчас посмотрим, то здесь Ворваться вперед может у нас Скарна цепануть кого-нибудь Вперед может ворваться Плуга, который может разультиться И очень сильно АУЕ продамажит всех Их всех может поддержать Фикс, который может залететь на ульте Выбрав зону, в которую он сам может запрыгнуть И тоже дополнительный урон АУЕшный Там с Дождя и Кати ей дать Здесь есть Маргана, которая тоже может внезапно подключиться И там ультом своим застанет И если там будет секундомер, то ее еще и никто не убьет И также есть еще Нейт Который помимо того, что он может проломом попасть Но это уже такое И он может со скачка просто прыгнуть вперед И пожирание в кого-нибудь нажать Здесь такие все чемпионы могут ворваться у Ки-Л-Джи вперед И все агрессивные И все, в принципе Наверное, только единственный Владимир Который в ранней стадии должен терпеть против Кассиопеи И ему нужны слоты Чокот все-таки он там, знаешь, пожирание получил Он уже спокойно может там урон огромный нанести Для танка То есть не каждый танк может ультимейтом Пол КП съесть Отпусти пол КП Чистым уроном причем еще Против него соберешься На боте трейды пошли сходу ранее Понятно, что Сарака Вот есть миф Да, то, что Сарака это хиллбот, который стоит за твоей спиной И просто Это не так на самом деле Это не так абсолютно Хорошая Сарака, которая кидает грамотно свой кухан Грамотно позиционируется Она еще и дополнительного урона Вот знаешь, все, кто говорят, что Сараки, Жанны Это такие прям вот, знаешь, там Одна шиллбот, другая хиллбот Это на самом деле абсолютно не так Потому что и Жанна может играть агрессивно, харасить И та же Сарака Конечно, заигрываться не стоит Потому что можно получить байдинга Здесь все-таки кайса, которая урона много имеет Поэтому здесь заигрываться не стоит Но и Сарака, и Жанна И все-таки пассивные саппорты Могут вносить свою лепту И мы, в принципе, это уже видим Так что, если ваша девушка играет на Жанне или Сараке Не спешите Заставляйте играть Не надо переучивать То есть нужно, наоборот, научить Помочь, как вот Чемпиона правильно использовать Не правильно, а вот на все 100% Это правда И вот Это игра, там, подтверждение Давление идет очень сильно со стороны Лойда И Ричи на боте Кэтлин Сарака Вдавливает фикса И Слоу прямо под вышку Тервуль забрал свои бафы Но вот тут он, кстати, не хочет заходить в лес А он, наверное, ждал ганка на центральную линию То есть он видел, что Просветил здесь Слоу дает свой проказ по Лойду Лойд на низком уровне здоровья Пытается выйти Исцеление было использовано И это первая кровь Пользу команды Ки-Л-Джи Неудачно Лойд подставился И вследствие чего Погиб Ну да, вот не будем забывать, что Моргана это все-таки Саппорт Который имеет неплохой урон Особенно если попадает своей Мушкой Я немножко не понял и растерялся Смотри Барьер у Сараки Исцеление у Кейтлин В чем суть? Почему не наоборот? Посмотрим, выживет ли Джефор Джефор может погибнуть на меде А под исцелением убегает Хороший, кстати, был вниз Разрыв он сдоджал от Тирвульфа Ну это я на самом деле Не особо Я вообще не знаю Я просто знаю, что с Сараками Такое часто бывает Он думал, что этот Биннинг Не попадет По Лойду Конечно, не хватало Вот этот барьер вообще ничего не дал Здесь Врыв Попытался Залететь Интреза Ему тут же прилетел Биннинг Рич может погибнуть Барьер он использует Пролом Но скачок Рич отдает И вот этот барьер Абсолютно ничего не дал Сейчас Ну это обычно, знаешь, что просто все же Там Сараки те же самые Например, они идут в агрессию То есть если в них зайдут То есть есть дополнительный барьер И любят Сарак ганкать, например Барьер поможет ей пережить Но вот в этом, в первом муве Был бы там Экзост или Игнайт Своего АДшника бы он не спас Потому что там Моргана в основном Этого Кейтлин забила Ну а вот если бы барьер был у Кейтлина Исцеление было у Сараки Может быть, может быть Выжила бы, наверное, Кейтлина Все-таки барьер Не снижается эффективность барьера Воспламенением Так что Могла и выжить Кейтлина Вообще, на самом деле, знаешь Разговаривать про Самонера Это очень интересно Но просто Кейтлина не должна Получать байдинки такие Это правда Она должна стоять в хорошей позиции Там за крипами Запушивать И так не подставляться То есть это огромная ошибка Ллойда И в итоге он сейчас Ну не то, что Линиусе проиграл Он просто свое преимущество Которое изначально было Потому что они очень хорошо С Ричом расхарасили нижнюю линию Да, то есть они сейчас Дали восстановиться по крипам Дофармить Бэкнуться Закупиться И это время Это время, которое Ситуация совершенно иная Вообще в этом матче Мы видим, как Кейтлина Все-таки перефармливает Кайсу Пускай не супер сильно Это даже не перефарм пока что Там два крипа То есть если бы не было смерти от Ллойда То есть было 10 12 То есть это почти две пачки Это было бы хорошо А так два крипа Это вообще не перефарм И мы видели, как там Ну ладно, сейчас после драки Террвульф его преследует Пытается по нему сыграть Испоит Хищника Идет до конца А скачка-то нет Террвульф Замедление проходит Здесь оглушение дальше И Бинник от Марганы Проходит слоу Был тут, как тут И Террвульф И Террвульф здесь хорошо Наказал Олафа Олаф почему-то четвертый уровень И так агрессивно В Росквест пытался заходить Думал, что Скарнер Но этот Скарнер Приоритет на миде Да-да-да Этот Скарнер, конечно, наказал хорошо И Плуга, и здесь И Слоу сместились Играть по Плуга А Плуга проседает По здоровью Но ответный ультимейт Ну пришлось прожимать Либо нужно было сейчас отступить А это ты тогда не заберешь Не допушишь пачку А в итоге сейчас он подхилился Сможет Крипов допушить Вот сейчас агрессивно играет Можно за это и получить На ультимейт прошел А Джифор Плуга сразу же уходит В свой пол И в целом Выходит Если бы сейчас ультимейт Кассиапея застанял У Плуга мог бы и умереть Да, но Тирвулф Играет по Интреза Заходит теперь в его лес Там Кассиапея сдвигается Но Слоу уже неподалеку Рич Подходит сюда тоже Интреза Мало хп остается у Тирвулфа Почти забрали его Это минус Скарнер Тем временем Джифор на низком уровне здоровья Сорак уже упал от Фикса Фикс пытается убить Джифора Интреза проходит Хороший урон от него дается Но это не помогает никак И Плуга тут Как тут Со своими ударами Добивает Кит Лиду И это размен Четыре в одного Не четыре в два Прошу прощения В пользу команды Килджи Очень круто Здесь Килджи конечно разыграли Изначально Тирвулф Здесь уже сам переагрессивничал Там все-таки Сабля Задира У Олафа Который дает ему преимущество В дуэлях Даже несмотря на то Что он по левлу Отставал от Скарнера А у Скарнера Как раз таки Синий смайт Предыдущий Нам показывают Где как раз таки Тирвулф на строклюве Большом получил Себе пятый уровень И в итоге Здесь Олафа зачезил У которого не было скачка И уйти он здесь Никак не мог В итоге здесь Плуга сместился вовремя Потому что он запушил Свою центральную линию Косяпе Хоть и Да-да-да Кстати он клещами Своими немножко Потрусил Но вот здесь За это он чуть не поплатился Ой а тем временем В лайме то Идет драка Рокки Приселяет по здоровью Против Тирвулфа И Плуга И тут еще и фикс Подходит как много Дэмэджа проходит По бедняге Рокки Его здесь заберут И фикс Ну это все Это на самом деле Это звоночек Очень серьезный Для Ассельсинг гейминг Потому что вот Скилл же Они играют очень агрессивно И у них сейчас Все получается И Владимир Который должен был терпеть Он сейчас 2-0-3 2-0-3 Уже Шурелли Кайса тоже То же самое 3-1-3 Кайса Которая должна была терпеть Раннюю стадию Сейчас хоть и Минус 10 по фарму Но Но У него уже почти есть гвинса Возможно и есть Просто чемпион Вот да Вы пикнули Контрпик Но его нужно правильно Исполнить Как бы ваш чемпион Не был сильнее другого Но если он получит Халявные киллы Это золото Это предметы И тогда он уже Просто спокойно Выйдет в мидгейм В лидгейм И будет намного сильнее Здесь фикс Хорошо зашел вперед Не побоялся То есть стрелял до конца И в итоге Плуга здесь подошел И просто эту драку дочистил Если бы Лойда здесь Кстати А ну там Плуга совсем мало здоровья осталось Чуть-чуть не хватило урона У Кейтлина В итоге здесь Огромное преимущество Для себя киллжи забрали И с таким преимуществом Они Просто Нужно продолжать так же Давить так же Драться и так же Играть агрессивно И у них все будет Хорошо получаться Владимир получил Свой первый предмет Без проблем У Кайси скоро будет Тоже Гвинца Тоже никаких проблем не будет Поэтому постепенно Постепенно Они должны потихоньку И начать вышки забирать Да Плуга снова Достаточно агрессивно Пытается работать по Джеффор Кстати Шурелия Да уже готова Да он сейчас ее прожал Для того чтобы Прохарасить полностью Прокас свой сдал Неплохо Урона пока не так много Но Пока только первый Первый предмет Играет же Фор Поплуга Разворачивается Хочет внести свой Урон на лук Лужи конечно Делать свое дело тоже Посмотрим как будет Дальше действовать Здесь конечно Тирвухли на Скарнере Показывает очень Хорошую Уверенную игру То есть он здесь Наказывает Олафа Во вражеский лес Не боится заходит Видит врага Не видит препятствий Просто ультанул того же Рокки На Орне Вроде бы как бы танк Не хочется его ультовать Нет никаких проблем Ультанули Команда сместилась Забрали еще одно убийство И перефармить на 20 Олафа Это очень хороший Здесь знак Неприятный для команды Ассеншн Продолжаются проблемы В Их станет так Здесь разворачивается Плуг Пытается посыграть по G4 Есть ультимейт У Кассиапи Она использует Станет Владимира Подходит Интреза Хотят сыграть дальше Здесь Тирвух Принимает на себя урон Телепорты пошли Отходят команда Килджи Рокки Прилетает Нейт Тут как тут Малых и постаётся Плуг Его пытаются добить Но не тут-то было Контроль от Тирвуха Рокки выфлешивается Сража отступает С помощью своей Ешки И выходит все игроки Ассеншн Прекрасный сейчас был Ультимейт Кстати от Тирвульфа Он спас своего мидера Потому что у него здоровья Совсем мало было А кушка еще не зарядилась Рокки мог бы его забрать Но в итоге Прекрасный ультимейт Искарт оттянул Время для своего мидера И он просто уже Спокойно переливание Настаклась И подхилился Рокки Все выжили Но здесь Джифо конечно Уже получает напряг От Владимира Владимира уже Очень сильно пробивает И это звоночек Для Кассиопеи У которой до сих пор Просто предметов нет Да И она причем Покупила еще Негатрон Да Это будет Маска пустоты Да Маска пустоты Когда уже У Влорарского Владимира Есть ионийские ботинки Просветление И шурелия Еще появляется Рубиновый кристалл Получит он Какой-нибудь Проторемень Этот Владимир Вообще будет С двумя дэшами По сути Одно ускоряет Другое Тебя немножко Вперед проталкивает Здесь и дополнительно Урон появится То есть с двумя Такими предметами Кассиопею будет Намного легче Пробивать И доминировать В свое время Конечно Маска пустоты Появится у Кассиопеи И так Чуть полегче Должно стать Кстати идет ловушка Киллджи Лойду Как бы не встрять В этом моменте Будет очень плохо Потерять Китину Потому что Один на боте Этерволф Выходит сюда Вдвоем Киллджи Слоу не попадает Своим Даркбайнингом И не получается Забрать Китину Пока что все хорошо Но даже Даже если бы Байдинг попал То есть уже поздно Уже возле вышки Скарнер Даже если бы Пошел бы в мили То там бы просто Пошел бы Сайленс от реча Вот кстати Вопрос которым я задавался В отношении Тринкетов Да С какими тринкетами Будут играть Лесники Потому что Вот мы видим С одной стороны Оракол С самого начала Практически С другой стороны Вард И он не меняется Пока что Да Но тут тоже зависит Наверное от того Если ты Отстаешь по игре А здесь Сержант Гейминг Отстает То тебе нужен Дополнительный вижен А если ты доминируешь То нужно наоборот Денять вражеский вижен А твоего И так вполне хватает И кстати Вот это прекрасное изменение То что Теперь Оракол Можно покупать Не на девятом уровне Как раньше А именно Уже с первого уровня Брать Правильно Ой тут играет Фикс Очень агрессивно Действует Команды Кейлджи Рич проседает Использует свой барьер И исцеление было от Лойда Тирвул пытался Подцепить Лойда Не получилось Разворот пошел От Олафа Но это опасно И рисково Со стороны Интреза Он погибает 8-3 становится Счет в пользу Кейлджи Это размен 1 в 1 А как Тирвул в итоге погиб Размен по сути равный Потому что как Лойд Получил убийство Так и Кайси Получил убийство Это да Это да Но тут самое главное Что не Сарака Какая-нибудь Состилила убийство Не Олаф Там предсмертно Забрал убийство А именно Дэшники G4 Пытается разыграть Ему все еще Есть ультимейт Но он не стал Доигрывать по Плуга До конца Пытаться его убивать Плуга да Здесь Самонеры все есть Поэтому контролирует он И мог бы спокойно выйти Здесь Вышку забрали Тут наверное Застоялись немного Ассеншингейм Их нужно было Пораньше отойти В итоге пришлось И исцеление тратить И скачки В итоге все Самонеры Они потратили Слава богу Что забрали Хотя бы Тирвульфа Да Здесь ультимейт Не заблочил никто Огромная пачка Криповая была Тут прям такой Замес идет Не заметили Не заметили Да Фикс тот же самый Почти с полным здоровьем Мог бы и заблочить Но в итоге нет В итоге Забрал Тирвульфа Ультимейтом Ллойд В конечном итоге Мы видим ситуацию Как на 14 минуте Прям творится Жесткое в их канале Очень много Происходит действий Знамя власти Кстати Уже давно готова Уорния Прям наблюдал Уже не знаю Минут с 8 Наверное у него он появился Очень давно закупил И Баннер Работает потихонечку Ну Несколько Против Чогат Он просто не особо Хорошо работает Потому что пока Чогат на крипах Не настакал 6 стаков пожирания Он просто может Съедать крипов Под баннером Да То есть Немного нужно Прохарасить И там 1100-1200 Чистого урона Ты спокойно наносишь Он кстати Не идет тоже Баннер в ответ Но он собирает Пока Такой КТР Для того чтобы Контролить линию И Там допустим В тимфайт И прийти Тогда Когда он будет Нужен Но тем временем Кстати Килл-Джи Цепляет Ричину Точнее Свои даблы Попадает Фикс Но не стал Играть с ультимейтом Нельзя Нельзя Там как раз По трапам Сарака бежала Поэтому если бы он Залетел на Рича Он бы мог в трапку Стать Ну и вообще Проблема Как же агрессивно Играет Плуга Разворачивается Тут же Фор Плуга дает Свой ультимейт И Нуждает Сяпи Отступить Под свою вышку В исполнении Кстати Задает А здесь Тервульф Летает Он тиммейт Доджет Джейфор Пытается отбиться От Тервульфа У Тервульфа нету скачка Его могут забрать Очень рисково С его стороны Было действие И он погибает И Плуга Может тоже подставиться У него есть скачок Он пытается выйти Интреза Дает свой топор Но Плуга использует скачок На это дело И выходит Исцеление Просто так Джейфор прожал Ну он прожал Наверное И в итоге Вышел здесь Наверное Изначально Тервульф Зря заходил на этот дайв Потому что У него не было скачка Там совсем чуть-чуть Сколько 20 Наверное Так агрессивно Не стоит заходить Бинник По Плуга Ну и Плуга тоже То есть он Как-то Он зашел Сдал прокаст Потом на отходах Нажал ультимейт И Игнайт И отошел И то есть Ну никакого То есть у него еще был скачок Мог бы Дочейзить Там да Прожать Там с пула Ну прям знаешь Как-то А в итоге Просто заставить Джефор растеряться Да Джефор Пока понял На меня бежит Скарнер Окей Эр нажму То есть А если бы Плуга Был неподалеку То есть он тоже бы подходил То есть если Плуга Он не хотел пачку крипов терять Потому что еще там Тачанка была Это все-таки Сейчас очень много золота идет Но они бы там погибли С ультимейта Который кинул Дагимир Так что Кажется он не потерял бы Даже фарм Может быть Ну в любом случае Да Если бы он пошел под вышку Вместе с Тирвульфом Выбил бы скачок Из Джефор 100% через стену То есть там Скарнера бы Уже не дамажило Кассиопе Один Олов не забрал бы И двоих Пытается Пытается здесь Джефор напрягать Но надо Должное то что Джефор Крамотно терпит На Кассиопе То есть Так получилось что 2-0-4 Рокки Врывается здесь Призыв Бога Кузнеца Подкидывание Отличное от Рокки По Нейту Нейт пытается уйти Скачок был использован Тут же Рагнарёк от Олафа Олаф уходит скачком Через стену Нейта забрали Рокки Теперь пытается выйти Тирвульф его преследует Ультимейта еще нету У Тирвульфа Очень хороший урон Проходит от Рокки Но боюсь что Этого недостаточно Чтобы убить Тирвульф Но тут дальше не продолжается Драки расходятся Команды Размен 1-0 Не успел Пожирание Нейт Прожать по Олафу Возможно И бы и добил его Либо хотя бы Прохарасить Чтобы его команда Продолжила драку В итоге здесь Ну киллжи видно Что они по карте Передвигаются Просто Бот Который находился На верхней линии Сместился на центральную Владимир прошел На нижнюю К Скарнеру Чтобы убить Того же Орна Который вообще пол хп И в итоге Вот теряется на этом моменте Много фарма Много контроля Вообще карта Вижена Поэтому От таких вещей Нужно избавляться Если вы хотите Играть на На высоком уровне Потому что Однажды вам придется Столкнуться с сильными командами Из топовых регионов И такие регионы Вас просто За такое Не будут прощать В лучшем случае Это сработает Пару раз Вы выйдете В топ-8 Мира Это такое Ну дальше вас не простят Изучат получше И не простят Выпускают Герольда на миде Хотят киллжи Попытаться забрать вышку Т1 На центральной линии Должно удастся сделать Да, с Герольдом Здесь эту вышку Будет забрать Очень просто Как только крипы Все умрут Потому что Герольд Крипов очень хочет добить С одного Или с одного Нет Ой-ой Там подцепили Косяпи Отлично Это марганы Сразу же среагировал Тирвульф И зацепил Эту Косяпи Можно было даже Ни флеш не тратить Но так или иначе Это убийство Дополнительная Команды Килджи Помимо вышки А вот знаешь Вот в таких моментах Лучше Скачок не жалеть Потому что Во-первых У джифового Скачок Если бы там Он допустим Долго шел Потому что Мы не будем забывать Что Рич может кинуть Сайленс Косяпею Ты добежишь до нее А нажать ничего не сможешь Потому что там сайленс А в итоге Ты резко все сделал Спокойно ее вытащил И в итоге Она все равно Прожала скачок Погибла То есть Это хороший Грамотный момент Причем Вышка-то падала 100% Все равно То есть джифовый Здесь не задайфил бы Вообще никак Даже если бы его сейчас Не убили Потому что там Один хит героль До с половиной До там А тем временем По слову играют Призыв бога кузнеца Подкидывание Мимо улетает Бог кузнец И в итоге Слоу выживает А на это не хочет Пускай ситуацию так просто Кстати Может прилететь кайса Кайса может прилететь По-моему W на свои попало Но не будет Здесь никакого продолжения Не стала кайса лететь Либо не попала W Мне показалось Но в любом случае Это Возможно Вышка для киллджи Да и вот Знаешь на самом деле G4 После того как Нафидился Владимир Он очень долго Очень хорошо отыгрывал Прям грамотно Доджил Байтил И все такое И настал момент Когда все таки Есть предел Хорошей игре Нужно роточек зафейлить Чтобы опять резетнуться И продолжать А также хорошо отыгрывать Да и тут Пытается подловить Тирвульфа Идет ускорение Для G4 Он пытается пробить Скарнера Хороший урон проходит Дальше продолжает Попадать своими Ноксенбластами И здесь Рич замедление Дает дополнительное Потервульфу И щиты пары летят Прям очень жесткий Экшен здесь Ультимейт от G4 Проходит Подкидывание Потервульфу Он скорее всего Будет убит Что-нибудь получит Это Келджи Плога влетает сюда На всех скоростях Своих Рич проседает Поттер очень сильно Пока урона не хватает Фикс играет по Рокки Забирает его Рич здесь Потерял много здоровья И погиб На даблкил для Фикса Идут играть дальше По G4 Плуга Наносят отличный урон И вместе со всем остальным Отличный Даркбанник От слов Это минус G4 И размен Прекраснейший Для Келджи 3-4 в 1 А это то Про что я говорил То есть У вас сетап Не для того Чтобы пятером Чейзить с Карнера То есть У вас сетап Совсем не об этом Вам нужно Выформить слоты А потом С этими слотами Уже осаждать Да, желательно Не фидить вначале Там на 3-1 2 Кайсу И 2-0-4 Владимира Но Так случилось И уже нужно От этого отыгрывать И от этого Ваш план не меняется Это не значит Что вы Кассиопея Гелен Которая должна бежать И кого-то чизить И тем более Против команды Келджи Что было понятно По предыдущим играм Где они Отыгрывают очень агрессивно Видно, что они Ни за что не прощают Они дерутся за каждый момент И это было видно Там на нижней линии Когда там Скарнер И Плуга Там смещался С центральной линии Чтобы попробовать Того же Орна добить Или Олафа И вот то же самое Здесь видно Как Плуга просто несется Моргана бежит Тоже практически Там с нижней линии На верхнюю Чтобы успеть Помочь своей команде Здесь Скарнер Выиграл времени Максимально Сколько вообще смог Оставили здесь еще Кстати Essential Gaming Килл G4 И не дамажили Все это время И в итоге Здесь Плуга зашел Отличная ульта Убивать его сейчас нечем Потому что очень много Ресурсов было отдано В того же Чейз Скарнера И в итоге здесь Вообще абсолютно спокойно Его забрали Чейз Кейтлин на нижней линии Формила А Кейтлин Пока у нее нет слотов Такие чемпионы Как Чогат Берут и спокойно Почему вроде размен был Три в один А погибло Четыре человека Скарнер Вот оно В чем дело было Ну вот Как раз таки Чемпионы Такие как Кейтлин Если у них нет предметов Они против танков На таком этапе игры Стоять не могут Тем более Пролом Ловить нельзя Ни в коем случае Да и наит такой Знаешь Играет 0-1-0 В этой карте Я такой думаю Блин Нет что это не порядок Надо как-то это Хотя бы вот Чуть-чуть знаешь Чтобы Как-то Поучаствовать Ну а то его убили с ганком Поэтому это не считается особо Ну поучаствовать Где-то надо Он такой А я тебя убью Плуга Преследует его Интрезо Использовал свой Призрак Плуга И спокойно Вышил А тем временем На базе Это фиг Собирает Лойда И фиг кстати У нас будет собирать Грань А не Танец Смерти Как это делал У нас Лодик Но это тоже Хорошая атомизация Очень сильная Повер спайк Тоже неплохой Не будет лайфстила Поэтому Лайфстила Ой-ой-ой Тем временем Цепляют Опять же Фор Его заберут Действительно Лимит Хорошей игры Был исчерпан Рич тоже будет Убийц Здесь очередное Убийство для Килджи Момент с которого Началось сейчас Это падение Эссенш на 5 Это вот Когда Только что Олаф на Хищнике Бежал за Владимиром Но посмотрите на Владимира Призрак Потом еще Шрелли Потом еще У него есть Прото-ремень И еще скачок То есть Типа у него есть Очень много Камон Это самый плохой таргет Который сейчас Вообще А у него еще и пул И ультимет То есть Это огромная трата времени И шанс того Что вы Убьете Владимира Какой ценой Сколько времени Вы на это потратите И что вы с этого получите 300 золота 350 Может не надо Всегда нужно Задавать себе вопрос Что вы получите То есть Лойд в принципе Возможно правильно Делает Он не особо Хочет фолловить Свою команду Он хочет выпармить Он приходит Чокот И ты ничего Чокоту сейчас не сделаешь Ему нужно в миде стоять То есть Лойду нужно То сказать Пацаны Я забираю На миде Пачки крипов Пожалуйста Поставь тебе в арте Забирай В чем проблема Мы тебе не мешаем Мы тут Пытаемся комбэкнуть Отвлекаем Отвлекаем команду Появляется сияние У Олафа То есть он понимает Что ему нужно Больше урона Что мы видим Вообще не часто То есть последний раз Когда что-то подобное Было у Олафов Я уже даже не помню Тройственный союз Не спрашивай Не хочу Я уже как раз Это забыл Но ты мне это напомнил И я не хочу об этом Я просто увидел Сияние у Олафа Поэтому мне интересно Это был То есть Это наверное Либо Перчатка Либо Тройственный союз И опять попытка Выйти на Владимира Дубль 3 Интреза Играет под Рагнареком По Плуга Здесь же идет призыв Бога Кузнеца Но не попадает По Плуга Плуга пытается выйти У него все еще есть урон И подкидывание от Роки Идет Сколько ресурсов заливают В этого Владимира Но Тем временем Команда Киллджи Забирает Инфернального дракона Вот даже Сейчас они Убили Владимира Он в принципе Ну потратил на мультимейт Который скоро откатится Активные свои предметы Но скачок он Сохранил Правильно сделал И в итоге Да вы убили Владимира Там зафармили пачку крипов Еще Т1 Заберете Но И той возможно нет Потому что вся команда Опять Киллджи смещается И не дает так просто Свои объекты И потеряли Огненного дракона Просто ни за что Ну то есть Не то что ни за что За 300 рублей Это такая И Сарака По сути не получала Сейчас их спугни Остается со своим АТшкой О, Интреза ловят Наказали Наказали Вот здесь он Переагрессивный И нету Интреза Без лесника Теперь Конечно грех не забрать Того барона Шору Которого остается 8000 здоровья Он падает Чрезвычайно быстро Кайса Наносит этот Безумнейший урон 3000 остается Интервуй Прыгает на Джейфор Его практически забирает Он под рутами находится Джейфор Дает свой ультимейт Застанивает Кайсу Но и Слоу Но поможет ли это в целом Ллойд хорошую позицию занял Но боюсь урона здесь недостаточно Абсолютно кейклина Выживает Вся команда Ассеншн падает Размен 4 в 0 В пользу Килл Джей И это барон на шор для них И вот на самом деле Ассеншн гейминг Если они уже хотят Такие сумбурные драки устраивать Нужно подбирать сетапы Такие сумбурные драки То есть какую-нибудь Лебланку например Можно взять Или там Ари Которую бафнули То есть вот Какие-то такие агрессивные чемпионы С которыми можно Так разыгрывать А в итоге Ну мы просто видим Как одна команда Килл Джей Убивает Олафа Идет на барона Вы без Олафа И в итоге у них есть карнер Скачок Цепанул джифо И все Они сейчас победили драку Заберут барона С бароном начнут разгонять игру А вы два Там даже три раза Вышли на Владимира Два из которых Ничего вам не дали И вы еще на этом потеряли А третий Да убили И даже ты один не взяли То есть видно Как вот У разных команд приоритет У команды Килл Джей Жестче Неприятный момент Для региона GPL Потому что Ну с такой игрой Вообще Вылетать из гонки Пускай это была бы Да близкая игра Вот то что мы видели Ассеншн против Рейнбл Сэм Это была очень близкая Плотная красивая игра Вот почему Не сыграть Так же плотно И как-то вот С борьбой Знаешь А здесь Ассеншн Ну там получалось А здесь Не дают такую возможность И все И Килл Джей Килл Джей просто сильнее Сейчас И тут еще Очень прям Агрессивный И агрессивная Интимизация у Нейта То есть это даже Не вармок вторым предметом Это просто Доспех Гаргули То есть это максимально Тимфайтный Чокот Который там будет удваивать Свою просто хп Прыгать вперед Кусать Джифо Или Ллойда И в принципе Наверное С таким расфитом Как у Владимира И у Кайса Ему наверное Так и надо Даже не нужен Баннер Ух Подкидывание по двоим Игрока проходит Фикс Получил для себя Блэкшилд И здесь в рейф идет от Плуга 12 лид на Кайсе И это ингибитор На топе А возможно даже Конец игры Будут ли пытаться Кейлджи закончить этот матч И нужно отметить Сетап у Кейлджи Конечно очень сильный Он даже танков Будет запривать Очень сильно Очень жестко рутают Прямо сейчас Джифо Очередной раз умирает Кассиапея 0-6-3 На том моменте Когда она погибла Второй раз Началось Непоправимое И Кассиапея умирала Раз за разом И последняя вышка Падает У команды Ассеншн Четвертого уровня Нексус открыт И Кейлджи Оформляет себе Еще 2-1 За первый день Мидсизон За соракой пошел И почти ее сожрал Здесь этот динозавр Но в итоге А нет извиня Это джентльмен Джентльмен Но не по-джентльменски Он кстати пошел По сораке играть По самому слабому То есть проломом Попал по кейтен А играть стал по сораке Но в итоге Кейлджи показывает Очень крутую игру И это звоночек Для гамбитов Потому что вторая игра Будет не такая легкая Как первая Потому что в первой Явно Все было Играли они явно не так Ну Кейлджи да Видно что вот Они проиграли Первые Первые свои матчи Такие Нет Братаны Камон Мы тут приехали Чем приехали сюда Надо работать Нужно показывать результат И вот вторая Третья игра От Кейлджи Очень-очень внушительная Так что И вправду В третий день Нужно будет Наблюдать за ними Плотно Это будет возможно Даже матч дня Не исключено Да От них много агрессии Но агрессия очень правильно То есть Агрессия Чем-то обусловлена То есть Мы сейчас потеремся Но если мы победим Мы заберем там Мид Мы заберем барона Мы заберем какой-то объект Мы получим на этом Не просто убийство Золото И все То есть Это очень круто И правильно И у них это получается Видно что И сетапы они такие подбирают То есть После первой игры У них сетапы очень хорошие То есть много урона То есть Не только АТшник И какой-нибудь лесник Должен дамажить Или там мидер А там и топ Тоже может Настреливать хорошо И видно что То есть там Чокот тоже собирает Не стандартные билды То есть Что я должен собрать Допустим Баннер Вормок какой-нибудь Нет Просто собрал себе Праведную славу Для того чтобы ворваться вперед И потом собрал Гаспек Гаргули Чтобы подваивать хп От чего скилиться Ультимейт Чтобы ультимейтом Еще больше откусывать И все Запрыгнет так вперед Чокот Куснет там На 80% Карнер подтянет Кассиопию Укуснул Все нет Кассиопии И пиши пропал В итоге Потому что Ассеншен Там при смерти своих керри Уже не могут носить урон Полный хаос Полный сумбур Со стороны команды Из GPL И это не совсем то Чего мы ожидали Потому что я лично ожидал Что GPL будет Более такой командой Которая претендует На топ 2 хотя бы Вот А Киллджи Ну правда Киллджи я тоже ожидал Что вот на этом турнире Киллджи будут посильнее Чем R7 Я вот ждал Что они все-таки Возьмут свое И в R7 я не верил И пока что R7 Не показывают себя В том В той форме И в том формате Которого мы От них ждали Ну что ж Мы уже готовы Перевестись На студию аналитики И чтобы наши ребята Разобрали этот матч Леша тебе слово Спасибо Ник Антихайп И за Коудстар У нас Есть К сожалению Пока явный Аутсайдер Это команда Команда Из Таиланда Не получилось У них Очень хорошее Начало Закончить Мажорной нотой И эта игра Была настоящей Катастрофой И проблемой И все у них Валилось из рук Ничего не получалось И команда Киллджи на хайпе На восторге От победы Над командой Р7 Обыграла Ассеншен И теперь уже Претендует На реально Первые позиции Вот это уже похоже На то что Обычно я ожидаю Команды За которые я болею Вот именно Такие игры Это то Чего я всегда жду То чем Мне То чем Всегда радует Китайские команды Пожалеете вандеры И вам жизнь реально тяжела Флэш вулс Он не болеет за СКТ Все остальные Это не жизнь Алсиора Где ты берешь И перечисляешь Чемпионский трофей Это жизнь Полная боли Болеть за команды Которые не выигрывают Нецелесообразны Цитируем Великих Но У вас это же не пошло Зато пошло КЛГ То о чем мы говорили Кстати Команды очень горячие Вот такие вот Rainbow Seven Chaos Latin Gamers Те же Дайр Вулс Например Это команды Которые Если они поймали кураж Они могут разрывать Одну карту за другой И вот здесь КЛГ прям На кураже 25 минут В прошлой игре Сейчас 20 Нормально Расписание вышло вровень 7 часов вечера Пятая игра Все нормально Уравняли все Возможно до этого Выбшие задержки А церемония открыть Полчаса Ладно Сейчас разворачивай Давай Сейчас возвращаемся Все нормально И не сказать что Ascension Прямо все подарили Были конечно ошибки В начальной игре Но КЛГ просто взяли Вот это преимущество И забрали его Не выбросили куда-то Как Ascension Два раза сделали А прям вот Мое И все И ушли с ним Ну Здесь надо сказать Что КЛГ Все таки Очень много получили Потому что Вот на бумаге Драфт выглядел Очень сильно В пользу Ascension У тебя преимущество На миду У тебя преимущество На нижней линии У тебя матчап В лесу выгодный То есть вот просто Нижняя линия Не умирайте И мы все сделаем Выйдите вперед По миньонам Но в этой линии Как бы главное Было не попадаться На улын от Марганы Вы не ловите Байндинги Это вот ваша задача Номер один Даже вот можете Крипов пропускать Но не попадаетесь На байдинг Это знаешь Это сейчас звучало Как знаменитое интервью Мауриню Где он рассказывает Про болотели И про красную карточку На 46 минуте Да-да-да Что есть перерыв Он тратит Чтобы сказать Марио не получай Желтую карточку Вторую Тебя удалят 46 минуты Его удалят Вот это примерно так же Типа второй уровень Ллойд и Рич Погибают В итоге Сарак останется бесполезным Они больше не могут давить И там ключевой момент был дальше После этого Когда в своем лесу Они умерли Очень много там плуга получил Когда у тебя Шурелия На Владимире На седьмой минуте Наверное это конец Расскажи мне Вот как игрок на Владимире Это комфортно Это очень комфортно То есть Кассиапея Считается самым неприятным 11 неприятнейших Мачебов для Владимира Потому что Хорошая Кассиапея С преимуществом Просто не дает ничего сделать Тебе Ни в тимфайте Ни потом уже По ходу игры А Владимир получал Все необходимые ему киллы Его Олаф пытался Дуэлить раз за разом И не сказать что Я просто Огребал там вообще На орехи Очень неплохо Вот это знаешь Эта игра реально Была в стиле Старого такого Таиланда Потому что Рифорд такой смотрит Ну дайте хоть что-нибудь В этой команде В конце концов Потому что Потому что Это просто была катастрофа Потому что То что сделал Батлайн Это интернет Который много хайпили Много от него было ожиданий На этом турнире Пока Проваливается На этом турнире Мягко говоря Потому что Тринд Форс Вот этот Олаф И я даже уже забыл Что было в первой игре Честно говоря Наверное там тоже Было все не очень хорошо Ну судя по тому Что Гамбит Ее за 20 минут захочет Не-не подожди Кто был На Комент разыграл В первой игре С Рейнбл Сев С Гнаром Кто там был Пока у нас Мы пытаемся вспомнить Пытаются вспомнить Наши эксперты И аналитики С идеальной памятью И документацией Всего происходящего В сегодняшнем игровом дне Мы смотрим на урон Кайсы Нет И очень Ребята В общем мы пока не вспомним Если любишь Отпусти Да Не могу отпустить Сварюна Взять тему И дропнуть ее И перейти дальше К урону Ребят Кэддукер из Килджи Главное что Рич нанес Больше чем Тир Вольф Это такая локальная победа Для Сеншен в этой игре Единственное за что Можно зацепиться Потому что все остальное Просто не пошло Когда Кайса получает Одиннадцать убийц За двадцать минут Наверное Даже в солку Нельзя устоять Когда знаешь Все более-менее Равно дают урон То тяжело Кого-то зафлеймить Поэтому команда Сажат максимально Тимплейная А не на 40 Нет Я бы сказал Что здесь можно Зафлеймить Олафа Потому что это Слишком большие цифры Для Олафа Хотелось бы Перестань Не дамажь Он просто шип купил Ты унижаешь Адешника Ему грустно Перестань Не дамажь А может Не покупай Сияни На Олафе Сияни был не сразу Слава богу Интреза играет Такую классическую Тайскую Сволкушечку Интересную Да И Он давал много урона Итак Дамы и господа Не пошло Это было пять игр Команда Ascension Gaming Имеет все еще В теории шанс Зацепиться за тайпрейк На Четыре команды За первое место Да Но пока у них все Очень прискорбно И у нас небольшая пауза И последний Важный матч Для команды Gambit Esports С командой Rainbow Seven Никуда не уходите